всем привет вы на канале роман гул на канале различных автомобильных историй я еду сейчас на своем а точнее уже не на своем nissan days rooks это очень крутой кейкар очень красивый у которого 49 лошадей 3 цилиндра и 66 кубиков объема поливая виде больше сотки вот а это значит что значит бенз уже не мой за спорта валя эту машину ровно два месяца она попала на продаже ни одного просмотра так позванивали люди предлагали достаточно мало денег там 50 тысяч скинь на округле не только вот зайти просто округление сегодня первый раз человек приехал смотреть живую и забрал эту машину вот машинка едет сзади то есть он гонит honda freed из владелостока купил без пробеговую за 600 тысяч рублей на штампах на крутилках заехал ну асип есть у него клиентик на такую машину на nissan days на кейкар посмотрел все устроило ударили по рукам я скинул 20 тысяч рублей любезно предложил помочь отогнать машину в омск я даже в объявлении написал да и в обзоре я вам всем говорил ребята если что могу пригнать я был готов хоть в москву и угнать хоть в краснодар хоть куда вообще вот питер до омска долететь тут несколько часов часов восемь с новосиба абсолютно бесплатно ничего не стало не заряжать потому что все сели поехали просто у человека были еще варианты у нас такие еще машинки продаются недавно выставили рестайлинговую машину такую всего на 300 тысяч рублей дороже чем моя с меньшим пробегом поэтому я думаю надо продавать плюс точно такая же белая продается за те же деньги чтобы человеку не как бы не дать выбора я сделал предложение от которого он не смог отказаться значит сейчас колонна едем в омск надеюсь все нормально будет уже солнце блин близится к закату а это значит что приедем мы наверное скорее всего ночью я покажу вам всю дорогу как состояние трассы состояние уже всего как видите 608 километров ехать до омска лобовик у меня грязный блин дворники замерзли остановимся и кратру все четко вообще уже посматриваю уже посматриваю что купить какую-нибудь интересную модельку хочется взять я как бы изучаю рынок самые вкусные машинки пробую показываю все это вам получают этого удовольствие то есть тут даже какая-то прибыль не на первом месте стоит путешествия приключения какие-то движухи авторынок зеленый угол блин неужели я снова туда скоро попаду вот смотрите получается 4000 оборотов при при 110 километров в час я на этой машине так никогда не ехал и сейчас и страшновато тем более зима боковой ветер высокая крыша все эти моменты я думаю будем ехать где-то 90 100 вот так здесь просто широкая дорожка сейчас пока можно поднавалить чудо какие-то шкурую ничего это валяется коровьи это чё выкидывают как что-ли блин уперлись тихохода 70 километров в час вот это уже хреново а это вот одна газелька а то я думал если сейчас будет колонна какая-то ее запаришься обгонять потому что на таком кейкарчике с иконами надо быть очень аккуратно откровенно прямо откровенно говорю машина не для трассы вообще но в городе на подарочек просто получите распишитесь еду что-то покупатель мой на фриде не то ли не успевает за мной то ли чё не видно давно уже здесь не могу понять так соточку поливаю нормально расход показывает сейчас примерно 200 км уже почти проехали 14 3 километра на одном литре то есть где-то семь с половиной 8 литров вот так это не сказать чтобы мало ну и валим то мы на все бабки так сказать мне реально нету его чё к чему-то неужели на хонде фрид там сколько полтора литра сложно угнаться за кейкарчиком чекушечкой но так реально вот в продаже и вот ребята там подписчики писали кто занимается в комментариях вот писали что не очень ликвидная машина это есть рук хотя я не знаю но видимо потому что 49 лошадей что не гонка не пушка гонка наверное не знаю почему машина очень красивая электро двери в круговой обзор его вообще не знаю почему так дешево стоят они и почему они плохо продаются вся вот эта история с сенсорной панели тоже очень очень дорого богато смотрится но хонды хонды кейкары конечно они я так понимаю самые топовыми считаются возможно следующий мой будет хонда по поводу раздвижных дверей электрических но если честно это все круто все со всех сторон они кнопочки открываются но долго это все если честно хочется вот так чем взять заднего сиденья допустим да и побежать ё-моё успеет блин жесть вообще правый поворот такой затяжной на фуре обгоняет вообще ужасно конечно вот так и смотришь успеет не успеет куда деваться трассы короче смотрите долговато долговато вот так когда человеку открыть сесть нормально вот так когда надо что-то по-быстрому сумку схватить иногда даже проще открыть переднюю дверь и рукой дотянуться а так в принципе все все по кайфу круговой обзор тоже достаточно это вообще вот реально понтово и вот это все вот это все вообще вот эти все вообще что здесь находится это все очень сильно понтово но круговым обзором я даже камеры заднего вида не пользуюсь но очень редко когда знаете какие-то миллиметраж там да и паркуюсь я всегда по зеркалам я думаю многие из вас даже у кого камера есть паркуются по зеркалам вот это сенсорная панель тоже она выглядит красиво ну просто очень хорошо что она не глючит я и там не говорю выглядит все достаточно нормально пользоваться вы узнаете да эти сенсорные все истории они могут иногда знаете как-то не отклик плохой может быть еще что-то попробуем обогнать здесь же все работает четко вот пожалуйста видите зеленым цветом то есть зеленый свет в зеркале отражается это так работает электро электрохромное зеркало которое само затемняется то есть сзади вот фары слепят вот так да а в этом зеркале все зеленое становится милу реально покупатель мой едет где-то не едет ли он вообще вроде телефон у меня включен он едет с ладика он говорю что очень устал что типа если бы мы не договорились ну или он там не купил машину в новосибирь он бы там лег спать я еду мне деньги за машину отдали только у меня ключи у меня ну такая конечно история вот на доверии да хотя человек занимается 20 лет таская тачки и так понял со владика тоже пару тройку историю мне рассказал как там тройку на восьмерку в годе выпуска ну то и грубо говоря там с 2003 на 2008 меняли то есть не с целью какой-то перебить яку уже все четко было чисто чтобы но завысить цену машины стройки на восьмерку поменяли и было уголовное дело короче как будто перебиты номера бы такая жесть была и человек порекомендовал настойчиво не отправлять никакие задатки во владивосток потому что там вообще он он собаку съел на всяких махинациях во владивостоке но тем не менее видите сам мне машину доверил я сейчас уехал не знаю даже где он видит но за датах чё сказать конечно в никуда я бы и не отправлял я же дарь и отправлял невозможно еще один не отправлю я дарь доверяю я уже две машины у нее купил у нее есть репутация определенная и как показал опыт вообще общение и опыт реакция на видеоролики то есть на мои то есть какая-то я не старался как-то преподнести информацию показал все как есть но некоторые моменты и беспокоили мы уже скоро подъедем кафешки шмаковые блин моего как сказать коллеги нету не знающие звонить на работу маленький маленький все попутчик нашелся едем дальше заехали к шмаковым покушали вкусненько перегон идет своим чередом есть один маленький нюанс что передняя резина у меня хорошая липучка жирная за 2000 купил как-то повезло не знаю прям в новосибе а задняя высоватое каюсь есть два баллона липучки в багажнике но они с заплатками с боковыми проколами удобно кстати смотреть зеркала сложный значит она на охране здесь на горизонте тоже большая такая стоянка вроде тоже вкусно достаточно кафешка но чё-то раз там был очень давно сейчас не знаю не ну красивый каждые срукс вообще просто красавец даже сзади красавец проезжаем барабинск замечательный город барабинск это ровно ровно середина ровно половина пути до омска здесь вот пост пост не работает там используется пост сейчас уже как просто парковка как ночлег для дальнобойщиков других водителей много постов сами знаете уже прикрыли закрыли ну а мы едем дальше до заправка госпром нефть у нас остановились заправиться до барабинска бака хватило и все одно деление осталось так поливали вообще меня тут между прочим поет кофейком с госпром нефти я боюсь представить 150 рублей стакан кажется стоит шоколадки тоже в три раза дороже чем в ашане ну чё красиво жить не запретишь ну вот уже две трети пути проехали мой товарищ мой попутчик в очередной раз попал он время от времени от меня отстает потому что на обгонах все равно на правом руле что говорить при большом трафике не очень удобно обгонять тем более вы если у меня узенькая машина голову наклонил и ты уже видишь встречку то free все-таки побольше паркас вот поэтому так время от времени и теряемся из виду но я думаю нагонит всегда у меня догонял в общем я уже разошелся конкретно 100 110 поливают но расход 14 километров на одном литре если вы вспомните на энд вагоне летом у меня было вы не в два раза конечно меньше расход но где-то 24 25 было вот и сами смотрите высокая крыша и меньше мощности машины ну вот уже проезжаем поворот на татарск до омска 170 мы по-прежнему мы едем с коллегой порознь я уже немного снизил скорость где-то соточку крейсерская еду вот смотрите татарск пост работает нет похоже нет но стоянка рядом машинки стоят грузовички на посту никого нет тоже закрыт хотя иногда татарский когда с москвы ехал я видел дпс работает за бортом у нас уже минус 14 минус 15 сейчас недавно было вот смотрите 6 делений то есть больше пол бака на 230 километров рассчитывает компьютер конечно это маловато хотелось бы на баке проезжать 700 800 как на энд вагоне но тут как бы бак такой же расход больше намного для города машинка для города что-то уши замерзли у меня началось того все что и стакан вот здесь у меня стоял и он воздуховод как бы закрывает видите когда стоит в стакан с одной стороны он принимает на себя температуру от воздуховода да то есть зимой он нагревается летом охлаждается с другой стороны он за заслонил воздуховод и у меня замерзло стекло и она не отмерзает сейчас и вот ухо я немножко обезопасил свое и одно и второе потому что здоровье это конечно важнее чем все эти стекла железо эти лед кофе и так далее напишите в комментариях ребят как вообще такая телега как вам такая тачка ну блин я понимаю необычная очень мало таких машин и возможно вы вообще в своем городе никогда так вы не видели вот чё скажете вообще вот так чисто и вот я тут не убирался ничего вот все как есть так показывают чистый лайф ребята мне кажется и способ продажи этого автомобиля тоже достаточно необычный кто не так продавал машину вот так взять вышел из дома тачку показать хоп на 650 км стрельнул сразу просто с наскоку а я вам скажу больше я бы и в челябинск поехал и может быть и дальше поехал ну как бы там по денежке уже может обсудили бы как-то тут я вообще то есть я не знаю человек ну бенз понятно он заливает но тут почти полный бак был когда я машину продавал как билет он обратно купит мне нет вот в кафешке он меня угостил покормил гуляшиком вкусно это души конечно не знаю там билет я и сам могу купить на поезд я посмотрел билет косарь 350 стоит плацкарт мой любимый блаблакар от 500 рублей и в гору но там тоже был блаблакар часто срывается тем более щас комиссию ввели то есть сейчас забронируешь непонятно чё там забронируются не забронируются деньги вернут нет комиссия 100 рублей за поездку омск новосибирск так пора уже обгонять его мое так давайте договоримся никто не видел это ну вот друзья уже и омская область 120 километров до омска я еду один по-прежнему уже на километров 200 ковалева ивановка идется неплохо этого бака мне должно хватить до самого омска 170 м и потихоньку холодает на улице ну-ка посмотрим сейчас в омске бенз дешевле или нет у нас бенз стоит 4490 здесь сорок четыре девяносто пять окно у меня блин так заледеневший стоит или как она сидит ё-моё были шерсть окно это шерсть позвонил сейчас ну наконец-то новый хозяин этого автомобиля где-то рядом прям едет тоже заехал в омскую область только что топ-лайн проехал то есть все нормально все чики-пики вот так примерно происходит обгоны газельвагена обошли но сейчас едем дальше пытаюсь уже тут на блаблакаре найти обратную дорогу домой вот тут поездки есть вроде ну не знаю пока пробиться не получается комиссию уже сняли с меня но поездка отменилась как-то не знаю не знаю вернется потом нет вот этого фрида собственно и купили за 600 тысяч рублей он без пробега по россии такая простенькая комплекта шка на крутил очках человек то а планшет поставил колеса штампованные стоят год я так понимаю но самый минимальный из проходных наверно там 11 12 чем типа такого блин уже километров 30 на лампочки еду моргающий предложил заправиться что-то нет вроде поехали дальше может уже почти приехали и и мою не хотелось бы здесь стать нифига себе воронежская мазда откуда какими судьбами здесь всем ребятам кто с воронежа привет блин мне реально ссыкотно я хотя бы на поезде на 2 часа ночи хотел бы уехать сейчас с канистрами с какими-то здесь бегать или чё видимо человек уже реально возле дома не хочет останавливаться лишний раз хотя не знаю я вот когда гоню машину я не тороплюсь если у меня прям вот прям перед домом надо заправиться что-то в лет захотелось еще что-то я буду останавливаться хоть 15 раз потому что так надо брат потому что не надо было вот по идее через 10 километров когда будет 50 она должна заглохнуть потому что когда было рассчитано что осталось бензона 50 километров я вот засек а сейчас уже все на ноль сейчас уже не показывает насколько осталось бензо у заправили 48 и 4 1 и 6 километров осталось это просто жесть какая-то заправка хитрая типа лукойла блин гаишники смотрите облама какая с двух сторон тормозят по моему там мы не один экипаж даже а мы сейчас едем практически уже проехали до старая по старой обездной до самого конца скоро уже на тюмень дорога пойдет и чё и куда фигасе чудесные ки места здесь типа жука какой-то березовая роща здесь сосенки такие вот заборы нифига дома какие это здесь покупатель живет просто вышка ну все машинку я окончательно уже передал в новые руки сейчас нахожусь на ж.д. вокзале это центр города омска пытался на бабалкаре забронировать нифига не получилось одни фейки короче все в ватсап перетягивают короче начинают эту предоплату просить поеду на поезде 1400 билет стоит человек мне евгений вот оплатил получается билет на поезд и бенз который у меня даже в баке был оплатил то есть ему приятно и мне приятно в 2.30 значит отправление восемь с половиной часов ехать на поезде короче сутки у меня получится в круг вся эта операция я думаю это стоило того почему бы и нет ночью в центре города пустынно никого нету все спокойно тихо а вот он собственно и поезд москва владивосток номер два на котором я и поеду до символично ну вот и закончилось это мое путешествие еще сутки назад я просто сидел в театре и ни о чем не подозревал на спектакле мне он позвонил человек прошел день я уже и там побывал и сям побывал всем удачи всем спасибо что смотрели это видео а я пошел придумывать себе новые приключения